Всем привет! Всем привет! Меня зовут Настя. Я Диана. И сегодня у нас рубрика, в которой мы зачитываем историю наших подписчиков. И сегодня тема нашего ролика — это маньяки в нашей жизни. Мы давно не снимали видео на эту тему, потому что очень тяжело, гнетучо всё это читать. И решили всё-таки, знаете, раз, может быть, хотя бы в месяц выпускать видео именно с этой тематикой, потому что надо не забывать о том, что нам нужно быть бдительными на улицах, и о том, какие бывают люди сумасшедшие вокруг нас, и всё-таки опасаться их стоит. А также вы просите, поэтому мы не можем пропустить мимо ушей ваши просьбы. Конечно, вот мы также будем зачитывать ваши истории и про маньяков в том числе, просто немножечко пореже, чем все остальные. Давайте начнём, не будем затягивать. Итак, привет, Настя и Диана. Люблю смотреть ваши видео с историями, решила поделиться своими. Первое. Это случилось около месяца назад. Я возвращалась домой на метро. Было около 9-10 вечера. Я иду по вагону, и вдруг замечаю толпу из мужчин кавказской национальности. Их было около 6-7 человек, которые начинают очень странно на меня смотреть и что-то говорить. Я делаю вид, что не замечаю этого и иду дальше. Когда я вышла, то поняла, что они тоже выходят. Мне кажется, что это было в жизни почти каждой моей знакомой девушки. И со мной, кстати, такого не было, что меня прям обсуждали, и прям вот смотрели, тыкали пальцами. И не было такого, что ты понимаешь чётко, что речь идёт о тебе, и что тебе, скорее всего, сейчас будет как-то не сладко. Но ты такое рассказывала, по-моему. Это когда я тебя, помнишь, ждала с придержки, пока ты была у тётки. Там шли мимо меня три курьера, Яндекс.Еда. Ну, короче, не суть. Они просто шли меня и такие там что-то, и проходят, в общем, и смотрят такие на меня, типа... Вот так на меня смотрят, типа, я такая... Это в подъезде прям было или около подъезда? Около подъезда. Я стояла около подъезда, и там вообще был такой райончик стремноватый. Там ходила сумасшедшая бабка, и вот эти вот чуваки надо мной поржали. Я такая понимала, что, типа, что я делала? У моей подруги Ксюши было такое, что она мне писала, то есть, Настя, я прям сейчас сижу в вагоне метро, и сейчас происходит какая-то жесть, потому что чувак прям, когда ты стоишь вот напротив дверей, и видишь как бы своё отражение в стекле, и ты видишь за своей головой чувака, который смотрит в отражении на тебя, и это жутко. И мне Ксюха пишет, типа, Настя, такая жесть, типа, я сейчас сиганую из вагона, очень быстро побегу, потому что не очень комфортно. Но это, правда, жёсткие ситуации, и, конечно, мне кажется... Я думаю, что правильно в таком случае как раз-таки писать всем знакомым, что происходит, и как-то проанализировать свои действия, и вообще, что будет происходить дальше. Не просто бездумно выходить, идти очень нерасторопно, плавным шагом, надо как-то, не знаю, забиться в какое-то место, где дофига народу, в общем, чтобы как-то потеряться в толпе. Я думаю, что это правильно. Когда я вышла, то поняла, что они тоже выходят. Они заметили меня и начали кричать что-то наподобие. О, вот она! Мне стало очень страшно. К слову, эта станция очень безлюдная. Мне 16, родители уехали на дачу, поэтому я не могла бы их попросить встретить меня. Мы подошли к эскалатору. Кроме них и меня были только одна девушка и мужчина. Эти парни разделились, половина шла впереди меня, постоянно оглядываясь на меня и выкрикивая что-то, а другая половина шла сзади. Мне было очень страшно, я старалась максимально близко идти к мужчине, чтобы, если что, попросить о помощи. Когда мы вышли из метро, я быстро рванул к светофору. Хоть там был и красный, но мне было все равно. Я всю дорогу до дома неслась просто со скоростью света, постоянно оглядываясь. Мне было безумно страшно. После этого даже сон приснился, что они пришли ко мне домой и ломились в квартиру. Теперь хожу вечером с канцелярским ножом. Не думаю, что он мне сильно поможет, но хоть немного увереннее чувствую себя с ним. Конечно, лучше прикупить себе перец и ходить с ним, потому что если я иду по темному какому-нибудь переулку или просто в темноте маломальской какой-то, когда уже солнце не светит, я всегда в кармане или прям вот в руке держу перцовый баллончик и поигрываю с кнопочкой, очень боюсь как-нибудь случайно нажать в кармане. Очень страшно на самом деле. И даже я помню, как я шла по подземному переходу не так давно. Было уже тоже достаточно поздно. Я шла к маме покормить кошку. И я прям иду и в руках держу баллончик так, чтобы его было видно. Напротив меня как раз идет компания молодых людей. И я прям вот так вот, чтобы сразу было понятно, что лучше ко мне не подходить. Хотя, наверное, это тоже неправильно, потому что они могут сразу сориентироваться. Понятно, что так, у нее перцовка, надо сразу, значит, хватать. И, не знаю, мордой в пол, но я думаю, что да, лучше тайно держать в кармашке. Я просто тогда играла в супер-женщину и решила, что так, у меня есть оружие. Вторая история от этого автора. Эта история произошла прошлым летом. Я ехала в МЦК у окна. Вдруг в вагон заходит странный парень. Он был похож на Джонидепа, только лицо больше вытянуто. Сначала он подошел к моему сиденью и почти сел, но потом решил сесть на кресло впереди меня. Я подумала, что хорошо, что он со мной не сел, потому что взгляд у него был очень странный, будто он где-то не здесь. Мне кажется, он был под чем-то. Но не тут-то было. Спустя несколько станций у него что-то перещелкнуло, и он сел со мной. Сначала все было нормально, но через некоторое время я начала чувствовать, что его нога прикасается к моей. Я максимально сильно вжалась в стенку. Подумала, что, наверное, нечаянно получилось. Ага, конечно. После этого я чувствую его уже руку, которая начинает гладить мою ногу. Просто отвратительно. Я встала, говорю, чтобы выпустил меня. Он пропускает меня, и, видимо, чтобы мне пройти было полегче, решает потолкнуть меня за попу. И главное, что все это происходит днем, и в вагоне достаточно много людей. Действительно страшно. Такие люди окружают нас каждый день. У меня есть еще несколько страшных историй, не только про странных мужчин. Возможно, позже расскажу. У меня тоже один раз было такое, что меня облапали в очень-очень незабитом вагоне метро. И я осознала, что это произошло только спустя несколько лет, потому что я была уверена, что это было случайно. Но когда я прочитала аналогичные истории, то я поняла, что это было абсолютно не случайно. Но у меня был отвратительный осадок. Я ехала в школу. Мне ехать было одну станцию, вагон битком, потому что время там сколько? Восемь утра. Я стою прямо около двери и понимаю то, что меня кто-то очень, типа, лапает. Причем, ну, очень откровенно. То есть, скажем так, не просто там на ногу. Я, честно, подумала, что просто народ битком, поэтому, возможно, кто-то просто положил так руку. Но сейчас я понимаю, что это была не рука отнюдь. Благо у меня в этом плане достаточно здоровая психика. То есть, я после этого не начала там как-то истерить, не забилась, не стала бояться чего-то. Наверное, просто потому что я не поняла, что произошло в принципе. Но сейчас, конечно, вспоминать это очень неприятно. И осознавать то, что, оказывается, я была в такой ситуации. А я даже не поняла этого вот на том месте стоя. Это прям отстой. Жесть. Да это фу, полный пи***ь. Это вот просто мразиль. У меня недавно тоже было такое, что была толкучка. Я торопилась забежать в вагон поезда. И там, ну, в общем, люди стояли около входа. Кто-то выходил. И чувак, который выходил ко мне навстречу, он вот так вот взял ладонь. И прямо вот ладонью мне провел от причинного места до груди. Типа по животу, вот так вот через весь живот. Я даже охнуть, понимаете, не успела. Насколько это быстро все произошло. Ну, буквально вот так. Жесть. Ну, просто. Я такая... Ну, это же явно не случайно было сделано. Да, конечно. Ну, вот так вот. Ты часто ладонь вот так вот перед собой держишь? Ужасно. Кошмар. Просто... И основа то, что днем. А он что сделал? Никто еще не понял. И что? Он взял, убежал. Ну, я не знаю. Ну, в общем, это, конечно, вообще просто... Сори. Вот я говорю, почему сложно просто такие ролики снимать? Такая безнадега, такая просто безысходность. Бедная девочка маленькая. Вот что вот они за ней шли? Вот из первой истории. Вот что вот они шли? Слава богу, они до дома не побежали. Ну, просто... Короче. Еще и орать. О, вот она идет тыкать пальцами. Но... Смешно. Как зоопарк. Ребенку 16 лет. Ну, дело не в возрасте вообще абсолютно. Абсолютно, да? В 16 лет. Просто, да хоть... Вы ходите на постарше, это абсолютно не важно, какой возраст. Да, понятно. Ну, просто я вот говорю, что в 16 лет она тем более перепугалась. Привет, Настя и Диана. Очень люблю вашу рубрику про истории. К сожалению, у меня имеется история про неадекватного парня. Я ехала из универа на метро примерно в 12 дня. Вышла с метро и иду себе уже спокойно домой. Когда заходила в подъезд, заметила, что со мной зашел парень с метро. Мы с ним ехали в одном вагоне, поэтому я запомнила его, наверное. Мы только недавно переехали в новую съемную квартиру, поэтому соседей я тут еще всех в лицо не видела. Подумала, что это тоже сосед и еще удивилась. И какое же совпадение, что мы с ним вместе ехали в метро и даже живем в одном подъезде. Тут я уже поднимаюсь по лестнице на свой этаж и вот заметила, что просто остановилась на первом этаже перед лестницей и чего-то ждет. Я подумала, что это странно, но не особо обратила на это внимание. И тут я уже открываю ключами дверь, как слышу у меня за спиной. У тебя красивые трусы. Пам-пам-пам! Что вообще? Я от шока сказала спасибо и стала быстрее крутить... Я бы тоже, мне кажется. Настолько, что вот спасибо, это все, что я могла бы сказать. И стала быстрее крутить ключ, но тут заметила, что он начал ко мне подходить. Я, испугавшись, что он сейчас запихнет меня в мою же квартиру и закроет дверь, перестала дальше открывать замок и от страха уперлась в дверь. Он начал мне предлагать купить мне мои трусы или просто показать. Я просила его отойти от меня и уйти, но тут вдруг он подошел ко мне и задрал мне юбку. Я от испуга начала сильно лупить его по всему, что видела. Он подскользнулся и упал, после чего сразу убежал. Я пулей открыла дверь и заперлась в квартире. Потом примерно полгода не могла спокойно выйти на улицу. Юбки не ношу особо до сих пор, хотя я бы не сказала, что на мне была какая-то очень короткая юбка. Вообще не имеет никакого значения, какая у тебя юбка и юбка ли в принципе. Что тут скажешь? К тому же я была в колготках. Он еще описывал трусы типа мои, но я была в других трусах. Описывал мне кружевные черные стринги. Я была в обычных клопковых трусах. Боюсь, что этот парень стоял снизу, просто прислушивался, есть ли у меня кто-то в квартире или я сама. Когда услышал ключи, решил, что сама. Может, он просто хотел подождать, пока я открою дверь и реально затащить меня в квартиру. И не знаю, что сделать. В общем, девочки, если замечаете что-то странное, не закрывайте на это глаза. Есть причем реально фетишисты, которые обожают женские трусы. Вот это все, то, что было недавно, может быть, в прошлом году в Меге Теплый Стан. Но это та история, которую я знаю, что девочки ходили в туалет. И им там между кабинками какой-то чел, тоже нерусский, подсовывал телефон и снимал на видео. И таких историй просто куча, просто куча. Про Японию мы все знаем, да, то, что там такие автоматы, в принципе, с трусами, они как бы есть. Это просто куча, реально. Но, слушай, мы уже про Японию как-то раз обсуждали, да, то, что непонятно, что лучше. Вот так вот выпускать своих демонов и как бы все это делать в открытую. Либо же все-таки подавлять. Очень неоднозначная ситуация, когда общество реально дает людям выпускать вот эти вот свои какие-то странные извращения, вроде как в легальном ключе. Но человек может, мне кажется, увлечься немножко и захотеть чего-то большего уже. Дальше едем. Так, прошло уже 10 лет, но эта история навсегда останется в моей памяти. Из-за нее у меня потом несколько лет была реальная мания преследования. И я, идя по улице, всегда оборачивалась, потому что мне всерьез сказала, что меня преследуют. Мне тогда было 13 лет. Осень, вечер, но еще светло, как днем. Я возвращаюсь домой от репетитора по английскому. Я потом уйду и залипаю в телефон по дороге, встречаю своих родителей, которые отправились прогуляться по городу. Мы останавливаемся, разговариваем минуту и идем своими дорогами. Пока мы стояли, я краем глаза увидела парня, который шел за мной, но поравнявшись с нами, прошел мимо, в ту сторону, куда шла я. Продолжая свой путь в сторону дома, я увидела, что этот парень стоит во дворе дома. Я прошла мимо него и почувствовала, что он пошел за мной следом. Я напряглась. Решила из двух вариантов дальнейшего пути выбрать менее популярный и проверить, пойдет ли он за мной или свернет другую сторону. Он за мной. Я уже почти бегом несусь во двор другого дома, где всегда куча мамочек с детьми и открытое пространство. Сажусь на лавочку, подходит он и садится на лавочку напротив и просто смотрит на меня молча. Я от страха звоню маме и сообщаю о случившемся. Она говорит оставаться там и ждать, пока они с папой подойдут. Пока жду, а мне невероятно страшно. Звоню подруге, которая живет в одном из домов этого двора и рассказываю ей происходящее. У меня была мысль быстро забежать в ее подъезд и спрятаться у нее в квартире, но я понимала, что дверь подъезда магнитная и закрывается долго, а она такая же 13-летняя девчонка, да еще и с маленьким братом одна дома. Тут я вижу свою маму вдалеке, она показывает мне, что надо вставать и идти в сторону дома из двора. Они с папой так пытались проверить, не показалось ли мне. Я подрываюсь и почти бегу по тротуару, не оглядываясь. Я добегаю до пешеходного перехода, перебегаю дорогу, оборачиваюсь и вижу такую картину. За мной уже на пешеходке тот чувак бежит, а позади него мой папа, который хватает того чела за руку и бьет его со всего маху, а фонарный столб башкой. Ура! По итогу родителям пришлось отпустить того чувака, потому что предъявить ему в полиции ничего не получится, так как он ничего не сделал, только напугал меня родителей до усрачки. Чего ему от меня надо было, тоже неизвестно. Наш родственник из ментовки потом сказал, что хорошо, что ментов не вызвали, а то на моего папку бы заяву о нападении и причинении телесных накатали, а не наоборот. Вот такие дела. Я тела нет дела, вот так у нас в России происходит. А мне мама потом сказала, что тот счел за мной бегом, бежал всю дорогу от двора до перехода, а навстречу у меня шли мамочки с колясками. Меня просто поражает порой, насколько страшно быть девушкой в этом мире. Парням, когда такие истории рассказываешь, они не понимают, насколько это страшно. Мне после этого тупо страшно даже из дома было выходить, да что там говорить. После этого ко мне на улице и цыгане искораз приставали, и пьяные мужики. Так же или заговорить пытались, или бегом бежали следом. Тогда я с наклассниками была хоть не одна. Вот хочется у мужика, который мне в отцы годится, просто спросить. Ты когда не знакома девушке, вслед кричишь, девушка, эй, девушка, ты на что рассчитываешь? Просто у меня таких историй реально вагона маленькая тележка, к несчастью. Начиная с того, что я мужика прямо, сука, у двери в мою школу с голой писькой видела, когда я еще в начальной школе училась, заканчивая тем, что когда в универ на автобусе ездила, об меня один раз мужик стоячим терся. Недавно ко мне пьяный умудрился попытаться пристать, даже когда я со своим парнем в магаз шла. Но потом быстро передумал, парень его отогнал. Я, блин, даже не суперкрасавица с пышными формами. Каково таким, вообще не представляю. Я обычная девушка, которая не гуляет по ночам без сопровождения лиц мужского пола, и не одевается или красится вызывающе. И почему я должна с этим дерьмом всю жизнь сталкиваться? Я даже думала на курсы по самообороне пойти, чтобы не чувствовать себя такой слабой. Такие дела. Россия 2021. На самом деле, очень радуется душа, что хоть в какой-то из истории, которые мы зачитываем, был вот такой вот конец. Хотя это не конец, это просто развязка конкретно данной истории, что было с этим чуваком дальше и гонялся ли он с другими девушками. Таким образом, никому не известно, и мы никогда об этом не узнаем. Но приятно, что хоть так ему досталось, и это просто не сошло ему с рук, и что он понял, что за это может быть что-то и быть. Я помню, кстати, вспомнила историю, мне моя соседка рассказывала. Помню такую историю, что у меня по соседству живет девочка моего возраста, и вот пока мы были маленькие, не знаю, ну лет, наверное, 9-10, вот так, она шла вместе с бабушкой в сторону дома уже, и как-то вот она шла впереди, и бабушка немножко сзади. И тут к девочке подходит бабка и говорит, ой, там, дорогая, там, внучка, дочка, вот это все, помоги мне, пожалуйста, пакеты до дома отнести. И в итоге бабушка моей подружки подскакивает к ней, говорит, спрашивает, что вам помощь нужна, давайте я вам помогу, там, берет пакеты, и эта бабка, видя взрослого человека, такая, а, не-не-не, не надо, я сама дойду. Замонить хотела. То есть вот что ей надо было, да, явно заманить ребенка просто куда-то, эх, эзэ, там, что, на органы продают, там, что делают, ну, в общем, явно ничего хорошего, иначе... Ужас. Для чего ей могла понадобиться, а бабушка, типа, боже, одуванчик, знаешь, такая обычная. Так что... Ну, такие истории есть, конечно, да, как вот пытаются заманить детей, а там ждет какой-нибудь сыночек этой бабушки, который может ее шантажировать, да, грозится убить, если ты там не сделаешь что-то и то-то. Либо она просто сама такая же больная и хочет просто вредительствовать, грубо говоря. Абсолютно непонятно, что этими людьми управляют, и их мотивы, я думаю, что нам никогда не станут доступны. Ну, просто это немножко другая вселенная. Надо просто играть по правилам этого мира. Он отвратителен, ужасен в этом плане, но, к сожалению, надо принимать во внимание, и просто, чтобы остаться живой, невредимой и со здоровой психикой, быть всегда на чеку. Да, верно. Добрый день, девочки. История со мной произошла два года назад. Я устроилась на работу в Мелбет, ставки на спорт. Помещение находилось в районе, где живет много людей нерусской национальности. Смены были как дневные, так и ночные, но мне на первых парах выпадали только ночные. Моя первая смена прошла благополучно, и вот раннее утром часов в шесть. Мне пора домой, и один из клиентов, который приехал под конец моей смены, предложил меня подвезти. К слову, был нерусский. Я не соглашалась, но моя напарница уверила, что он приличный парень и часто приходит делать ставки, ведет себя адекватно и так далее. Тем более, постоянные клиенты его тоже знали. Хорошо, спустя 15-20 минут я соглашаюсь, но держу телефон в руке на всякий случай, чтобы позвонить кому-то, если начнется полный трэш. Не знаю, я все равно не поехала, что бы там коллега не говорила. Я не хочу, сори. Я вызову такси, если хочу доехать на машине, но... Ну надо вообще. Мы подъехали к моему дому. Я жила у друга всю дорогу. До дома он рассказывал о себе, узнал, одиноко ли я. Но я, как открытая русская душа, ответила честно, что да, одиноко. И вот мы стоим у дома. Я собираюсь уже выйти из машины. Как вдруг он начинает мой номер просить. Я отказываю. Потом предложил поехать вечером в кино с его братом в отдаленный от города район. Ну я, естественно, и от этого предложения отказываюсь. После чего он продолжил просить номер. В итоге, чтобы только он уже отстал, я записала его номер и сказала, что сама позвоню. Напишу сама и вышла из машины. Следующая смена снова ночная. Прошло уже несколько дней с момента нашей поездки. Я уж и думать забыла, но не тут-то было. Я спокойно сижу, разговариваю с клиентами. Принимаю ставки, как вдруг заходит он, садится напротив нашей стойки букмекеров. И просто смотрит на меня. Так проходит пара часов. И он все это время не сводит с меня глаз. Мне реально жутко и не по себе. Но так как народу было много, и если что, мы могли вызвать ГБР, охрану, я была спокойна. Настало время перекура. Я вышла со сменщицей, она вернулась в зал раньше меня. Я осталась на улице ночью, в кромешной темноте, вокруг никого. Я что-то там листаю в телефоне, докуриваю, как вдруг оборачиваюсь и вижу в окно двери, наполовину стеклянной, что он идет ко мне. Блин, твою мать, подумала я. Я потянулась к ручке двери, чтобы быстро забежать внутрь. Но он оказался быстрее и вышел ко мне на улицу, преградив мне путь. Схватил за руки и сказал, ты никуда не пойдешь, пока не дашь мне свой номер. Почему ты мне не позвонила? Я ждал, ты обманула. Я говорю, ты больной, отпусти меня сейчас же, иначе я вызову охрану. Ему вообще пофигу на мои слова, он продолжает сжимать мне руки и требовать номер. И тут я вижу из-за его спины, что на нас смотрят клиенты с зала. Парень молодой, адекватный вроде. Я подзываю жестом. Он сначала смеется, думает, что мы флиртуем, стоим. Но потом понимает, что я далеко не в романтическом настроении. Уже кричу на всю улицу, чтобы он через дверь услышал, что этот маньяк гребаный, меня держит и не пускает внутрь. Молодой парень меня услышал и вышел к нам. Спросил, в чем дело. Я на эмоциях выпалила все как есть, что этот маньячелла руки мои отпустил. И он такой, ой, ну ладно, я же пошутил. Ну, не хуй я себе шуточки. В итоге я всю оставшуюся смену сидела на очке и ждала утра, как манну небесную, чтобы уйти и больше никогда не возвращаться в этот чертов рассадник маньяков и шизанутых. Кто знает, сколько их там таких ходит. Добралась до дома спокойно, без преследований. Тем же днем я позвонила админу и сказала, что работать там больше не буду. Извините, потому что для девушки риск очень большой. Я не хочу потом валяться где-нибудь в овраге с мешком на голове. Такая вот история. Берегите себя, девочки. Работайте только в безопасных местах. Это, кстати, плюс про работу в безопасных местах, потому что вот даже если, вот как Даша Каплан рассказывала, еще очень-очень давно в ее бородатом видео, как она работала в шоколаднице и как она работала там в ночную смену. Естественно, без охранника, маленькая девочка, дай бог, совершеннолетняя, с целой кассой, да, и вот заходи, кто хочешь, и все. Ну, всем хуй, абсолютно. Что ты, если что, там не сможешь ни защититься, ничего там. Это очень, наверное, повезло, если у тебя есть кнопка вызова полиции. Ну да, я работала в баре, я думаю, что уже все в курсе, кто подписан на наш канал, было видео у меня отдельное, вот подсказки наверху можете посмотреть. Ну, тоже там и перестрелки, и всякое такое. Ну да, прикольно было, конечно, весело, классно, здорово. Но охрана была, как бы, но знаете, того, чтобы пострелять в дверь заведения, она не спасла, как ни странно. У нас была, кстати, кнопка вызова охраны, но, опять же, если вот прям сейчас это происходит, то что могут сделать? Ничего очевидно. Так, ну что, последняя история, как мы уже говорили неоднократно тысячу раз. Ты жила, Вастенько, конечно, это все читать, потому что перекладываешь на себя, вспоминаешь какие-то свои вот эти вот штуки, все триггерит. И как-то уже, да, настроение уже не то, хочется бокальчик красненького прокинуть, чтобы полегче стало. Насте, Диана, привет. Это случилось, когда я училась на первом курсе универа. Ехала в общагу на автобусе, и передо мной садится мужик. Сижу, слушаю музыку, никого не трогаю, и замечаю, что этот мужик странно держит телефон, скрестив руки на груди, а камера направлена в мою сторону. Ну, думаю, ладно, едем-едем, и краем глаза вижу, как он незаметно пытается посмотреть на экран телефона, и начинает переворачивать камеру прямо в мою сторону. Это замечаю, наглую смотрю на него, потом на камеру, потом на него, пересел на другое место. И вот моя остановка, выхожу, и этот мужик выходит вместе со мной. Пока шел до общаги, он шел за мной, мысли сразу, ну, к***, сейчас хватит и ограбит, или что-то еще. Поднимаясь по крыльцу общаги, поворачиваюсь, вижу, как он стоит за деревом, смотрит в мою сторону. Тогда я подсел на очко, зная, что он знает, где я живу. После этого было стремно выходить из общаги недели две-три, но, к счастью, я больше не видел. Спасибо. У меня, кстати, тоже было такое, что я видела, как будто бы меня фоткают в метро, но при этом... Причем вот так. Ну, а как еще ты сфоткаешь, не знаю, в метро? Когда тоже кринжов какой-то видишь, там, типа, не знаю, чувака с вороном на плече, ну, тоже, потому что как-нибудь так сфоткать. У меня, честно говоря, с этим большие проблемы, я очень стремаюсь спалиться, поэтому я лучше не буду фоткать, чем спалюсь. Мне очень неловко будет, поэтому я предпочитаю вообще даже не пытаться это сделать. Но у меня было такое, что то, что направляли камеру, это было очень давно, я вроде как выглядела не как-то супернеобычно, поэтому фоткать меня для паблика, там, московская мода в метро, было бы немножко глупо. Я не понимала, какого хрена, но это как бы тоже дало знать, что я все вижу, просто посмотрела на чувака, всего на камеру, ну, и забила, потому что пересаживаться, что-то убегать, там, я, честно говоря, не стала, мне было абсолютно насрать, куда он это запостит, или для чего ему это надо, потому что я не видела в этом никакого криминального подтекста, то есть, ну, абсолютно. Буква Ю, похуй. Но неприятно, конечно. Вообще, я не люблю, когда меня в метро пялятся, просто смотрят. Я тоже начинаю смотреть в ответ, ну, типа, давай посмотрим. У одного моего знакомого была целая рубрика в инстаграме, у него, естественно, там немного подписчиков, просто вот он любил для себя зачем-то снимать такое. Он постоянно выкладывал в сториз людей, которые едут с ним в одном вагоне метро, то есть, он снимал вот так вот вплотную, как кто-то сидит, знаешь, вот прям вот так вот он не стеснялся, вот так вот снимал, там увеличивал вот это все. Если бы меня так кто-то снимал, я бы подумала... Все шла бы с ума, что с тобой что-то не так, да? Нет, я бы подумала, боже, во-первых, я бы обосралась 100% очень люто, мне стало бы страшно, некомфортно, не по себе, в общем, короче, какая-то жесть, если честно. Неприятно, мне кажется. Я бы сразу ничего думала, что что-то не так со мной, что, типа, а почему приближ... Ну, да, типа, а что не так? Чел, наверное, будет ржать надо мной, а что? Ну, да, если он делает, типа, вот так, там, знаешь, как-нибудь еще приближает, зумирует, кто-то такой, типа... Боже, зачем ему? Вот это надо, что со мной не так, и сразу начнешь там смотреть, как по фронталку там думать. Но он любил снимать реакции, знаешь, типа, как какой-то этот эксгибиционизм, наверное. Слушай, ну, вот такой вот он энергетический вампир, такой своеобразный вид вампиризма. Люди бывают разные, и это самое безобидное, знаешь, если он делает не для того, чтобы, там, передернуть или что-то сделать, то это пусть так. Но, опять же, как чувствуют себя люди, которые оказываются его жертвами? Они же не знают, что он просто прикалывается. Ладно, он скажет, типа, я просто угорал, чуваки. Не парьте, я вас снимала всю руку. Ему даже не смешно было, типа, он просто... я не знаю, в чем такое. Типа, искуйство. С одной стороны, как бы, ну, делает и делает, а с другой стороны, реально, что думают люди, которые... Чужие личные границы, как бы, никто не отменял, 100%. В общем, как-то так. Не забывайте присылать свои истории нам на почту. Вот, она такая красивенькая. Обязательно указывайте в заголовье письма, да, в теме, то, о чем будет ваша история. Мы принимаем такие темы, как мистика, маньяки в нашей жизни. Конечно же, наш любимый, это трэш с мест работы, наша рубрика «По ту сторону дна». Не забывайте просто про нее. Очень хотим классных кринжовых историй. И также про отношения не только с парнями, с девушками, любовные какие-то, но и дружеские тоже. Если у вас есть что рассказать, поведать странного, смешного, страшного, короче, что-нибудь, что вызывает сильные эмоции, то также пишите нам, будем рады почитать. Да, и мы надеемся, что вам было вместе с нами интересно послушать эти истории, и что вы сделали для себя определенные выводы. И будьте осторожнее. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!